Я пару месяцев, где-то полгода назад писал статью на эту тему, на Хабре, на Кодпен, на русском, на английском, и также выступал с темой данного доклада на Харьков CSS. CSS Grid Layout это, в принципе, относительно новая спецификация, которая была внедрена в E3C относительно недавно, и большинство браузеров, включая Edge последний, который вышел тоже недавно, начали ее поддерживать без флагов. До этого некоторые браузеры поддерживали без флагов, остальные браузеры поддерживали ее с флагами. Чем она такая интересная? Вот такая вот у нас адженда на сегодня. Мы рассмотрим, скажу сразу, рассмотреть полностью всю спецификацию от начала до конца, в принципе, за один доклад просто нереально, потому что она очень большая, очень много нюансов, некоторые нюансы приходится пересматривать по несколько раз и практиковаться много раз, чтобы понять, как они работают. Поэтому я сегодня вам дам относительно небольшой багаж знаний, но этого багажа знаний хватит, чтобы начать использовать CSS Grid Layout, более того, чтобы начать его использовать в продакшене. И после этого доклада вы сможете больше, сможете дальше двигаться, сможете понять, нужна ли вам эта спецификация, и вообще, зачем она была придумана, и может она и не нужна, впрочем. Итак, пойдем. Зачем еще одна спецификация, вы спросите? В принципе, вопрос довольно-таки правильный, потому что мы знаем, что для создания разметки у нас есть и Display Block, Display Online Block, также внедрена спецификация Flexbox, да, те же таблицы никто не отменял, но почему-то в V3C решили придумать еще одну спецификацию. Самое интересное, что CSS Grid Layout был придуман разработчиками Microsoft, и они последние же внедрили ее самые последние у себя в поддержку. До этого, до Edge последнего, она поддерживалась в старой версии, которую не поддерживает уже ни один браузер. Вот такой вот простой пример, как объясняют разработчики V3C сами, для чего они ее придумали. Так как веб-приложения развиваются очень быстро, то создание интерфейсов разработчиками требует довольно-таки много усилий. Вы видите простую форму, которую я более чем уверен, что все создавали. Ничего сложного, да, поля, кнопки, лейблы, все просто. Но представьте себе, что вы сделали эту форму, и дизайнер или project manager просит вас, а давай кнопки у нас будут сверху, поля мы поместим справа, а лейблы вообще не знаю еще куда, подумаю. И тут вы начинаете в панике бегать и думать, е-мое, я же разметку сделал, нормальную, классную, теперь мне это все переписывать, да, и изменять разметку, классы заново придумывать. Паника еще та. В CSS Grid Layout у нас спецификация эта была внедрена для того, чтобы мы могли делать один раз разметку, и когда нужно изменить расположение каких-то элементов, мы не меняли разметку эту вообще. Ну, конечно же, есть моменты, когда придется менять эту разметку, но в большинстве случаев CSS Grid Layout позволяет нам избежать этого всего и не бегать в панике, когда нам скажет дизайнер или тот же project manager, давай переместим какой-то элемент в другую сторону. Да, я понимаю, что Flexbox, в принципе, некоторые вопросы решает с перемещением блоков, да, там в разные стороны, но не в той степени, в которой решает этот CSS Grid Layout. И вы дальше увидите на примерах, насколько он мощный и насколько он довольно-таки сложный. И давайте разберемся, в чем же разница между Flexbox и CSS Grid Layout. Вы, может, спрашиваете себя, подожди, подожди, я использую Flexbox, зачем мне еще использовать какой-то CSS Grid Layout? Вопрос, в принципе, правильный. Flexbox, он работает только с одним измерением, то есть он может располагать элементы только по оси X или только по оси Y. Мы не можем взять и расположить один элемент сразу на двух осях. CSS Grid Layout, он позволяет нам расположить элементы сразу на нескольких осях. Это наглядно видно, вот из примера ниже, Grid Item 4, он расположен сразу по X и по Y, занимает две направляющих. В Flexbox так сделать без изменения разметки просто нереально. Дальше. Тут я добавил ссылку, как это объясняет, как разницу Flexbox и CSS Grid Layout объясняет Tab Atkins. В принципе, советую почитать, там немного, очень доступно и понятно. Дальше. Следующий вопрос, который мы должны себе задавать, когда выбираем между CSS Grid Layout и Flexbox. А чем мы хотим управлять? Собственно, контентом мы хотим управлять или же шаблоном, который мы создаем, да? Разметку, которую мы создаем. Flexbox направлен на то, чтобы управлять контентом. CSS Grid Layout, он наоборот управляет шаблоном. И опять же, это видно из примера, который я сделал простенький. Flexbox позволяет, если у нас не помещаются какие-то элементы в строчку, он говорит, хорошо, они не помещаются, я помогу тебе, перенесу его на следующую строчку и растяну его на весь экран. CSS Grid Layout не позволяет такого сделать. Можно добиться такого поведения, но это будет скорее временное исправление, чем нормальное поведение. То есть для каждого другого элемента вам придется это поведение дублировать. Дальше. И последнее. Это выравнивание. Разница между CSS Grid и Flexbox довольно-таки большая. Когда только был придуман CSS Grid Layout, не было отдельного выравнивания для них. И все выравнивания делались с помощью Flexbox. Разработчики CSS Grid Layout увидели это, сели, подумали и придумали еще одну. Одну спецификацию, которая сейчас в WorkInDraft, CSS Box Alignment Module. Некоторые свойства пересекаются очень сильно с Flexbox и с CSS Grid Layout. Они одинаково называются, одинаково себя ведут и с виду вообще одинаковые. Но на практике они работают по-разному. Если мы посмотрим на пример, на исходный код примера, то увидим, что... Сейчас я вам покажу. Для Flexbox, для Flex элементов мы используем FlexStart, а для Grid элементов мы используем просто Start. Но название этих свойств одинаково Align Self и Тут Align Self. То есть, вот такие вот нюансы, но нужно их тоже помнить, когда вы выбираете между Flexbox и CSS Grid Layout. Дальше. Поддержка браузерами. Конечно, нас как разработчиков это должно будоражить нас всегда. Как я уже упоминал, Internet Explorer поддерживает только старую версию CSS Grid Layout. Новую версию поддерживает только последний Edge, который буквально недавно вышел. Все остальные браузеры, как вы можете видеть со скриншота, который я сделал с CanEuse, поддерживают очень хорошо. Единственный браузер это Opera Mini, красный подсвечен, но я думаю, что с этим как-то можно мириться. Мобильные браузеры вообще отлично поддерживают. И там будет дальше, как вы помните, я расскажу, как с этим бороться в продакшене, как можно эту всю поддержку сделать в продакшене без кучи ненужных, так сказать, костылей и прочих штук, которые не нужны. Прежде чем приступать к работе, нужно разобраться с основными терминами, потому что эти термины, они будут у вас присутствовать везде, где вы только будете использовать CSS Grid Layout. И знания о них, знания, как они работают, помогут вам правильно работать CSS Grid Layout. Первый термин это Grid Line, Grid Line. Это единственный элемент, который начинается с левого края и заканчивается в конце. Его нумерация начинается с единицы, и Grid Line всегда на одну больше, чем строк и колонок. Это очень важный нюанс, потому что мы можем использовать нумерацию Grid Line или же именованные линии для расположения элементов на Grid Layout. Следующий элемент это Grid Self. Это наименьшая неделимая частица Grid Layout. В нее мы можем поместить какой-то элемент, а ее мы можем поместить в Grid Area. Дальше Grid Area это какой-то небольшой блок, который есть в CSS Grid Layout. Он может состоять из нескольких Grid Cell, и также может себя включать Grid Line, Grid Track, как колонки, так и строки. И две последних это колонки, Grid Track, строки и колонки. Тоже очень важные элементы, потому что именно с помощью них мы можем управлять тоже направленностью наших элементов, как они будут располагаться по вертикали или по горизонтали, или же вообще мы их расположим сразу на нескольких осях. И сразу же первый простой шаблончик на Grid Layout. Дальше будут более интересные шаблоны. Для того, чтобы создать разметку с помощью гридов, достаточно родителю назначить Display Grid, но этого будет недостаточно. И всем дочерным элементам нужно задать разметку колонок и строк, какие мы хотим. То есть мы задаем первой колонке 150 пикселей, второй колонке один Fr, обратите внимание на него, и последней колонке 150 пикселей. Fr это специальная единица измерения, которая была введена в Grid Layout. Она, как ее описывают в спецификации, Grid Fraction. Главный ее нюанс, она рассчитывается после того, как все остальные грид элементы получили свои размеры. Также вы можете видеть Auto. Это тоже, в принципе, не новая единица измерения, но в CSS Grid она работает довольно-таки интересно. И сейчас на следующем примере я вам покажу, в чем заключается ее интересное поведение. Следующий пример вы видите, что для колонок мы задаем размеры первой 150 пикселей, второй один Fr и последний Auto. И вы видите, что Auto у нас занимает намного больше места, чем один Fr. Это говорит о том, что был сначала рассчитан, рассчитана колонка, в которой Auto, а потом только рассчитана колонка 1 Fr. И если мы посмотрим, например, выше, то увидим, что здесь было поведение точно такое же, Только из-за того, что мы задали фиксированные размеры колонок, у нас они рассчитались по 150 пикселей, остальное пространство Grid Layout распределил автоматически с помощью Fraction Units. И последний пример мы можем использовать, вы видите, что мы здесь используем для дочерних элементов Grid Template Columns, но мы можем использовать сокращения, таких сокращений в спецификации довольно много, и если вы посмотрите в спецификацию, вы увидите, что они довольно длинные, и можно там писать, начиная от названия линий, нумерации линий, и задавать размеры, довольно-таки свобода большая. Вернемся к примеру, с помощью Grid Template мы можем сокращать, не писать Grid Template Columns, Grid Template Rows, мы можем писать просто Grid Template, и через слэш указывать, что сначала мы задаем для строк размеры, а потом для колонок, и получается, в принципе, такой же результат, как и был предыдущий. Еще один важный нюанс. Видите, строки, первая строчка 50 пикселей высотой, если контент не помещается, как я вот здесь сделал в первом варианте, если он не помещается, происходит переполнение, и Grid Layout никак с ним не работает, то есть вы должны сами предусмотреть этот момент и управлять этим. То есть если мы используем авто, как вот здесь в первом варианте, и здесь будет переполнение, да, много текста, то Grid Layout автоматически сам будет им управлять. Если мы не установим авто, то будет переполнение. Тоже важный нюанс. Дальше. Типичный шаблон. Ну, типичный шаблон, как мы привыкли, да, header, навигация, основной контент и footer. Обратите внимание на вот эту вот точку. Мы можем, во-первых, новое свойство Grid Template Aris, мы можем создавать именованные области, куда дальше мы будем помещать наши элементы. И есть специальный токен, называется он нулевой, тоже был введен в этой спецификации, точка. Один или больше таких знаков, Grid Layout воспринимает его как нулевой токен, и понимает, что на данном месте не нужно рендерить никакую Grid ячейку. Как мы видим из примера, footer занимает у меня только одну ячейку, а следующую ячейку он просто не рендерит. Дальше. Следующий пример наглядно показывает отличия, да, если мы указали footer, то он занимает две ячейки. И обратите внимание, что с помощью header header Grid Layout автоматически разделяет, он понимает, что пробел между ними, ага, значит у тебя две колонки. И он автоматически разделяет это. Если я бы указал еще один пробел и написал header, он бы создал три колонки. И точно так же мы можем создавать, смотрите, вот здесь Grid Template Aries, именованные области, есть точно такой же Grid Template. Мы создаем автоматически разметку с помощью Grid Template, а именованные области Grid Layout создает автоматически сам. И потом мы эти области используем. Вообще на фоне Grid Layout делает работы очень много, и когда мы с ним работаем, некоторые нюансы нужно понимать, как он работает, чтобы использовать те фишки, которые он делает за нас. То есть нужно быть очень внимательным и прочитать спецификацию, разобраться и попрактиковаться. Я недаром привожу такие простенькие примеры, потому что на более сложных примерах там намного сложнее понять, где что происходит. Дальше. Еще один такой интересный момент. Мы можем создавать разметку с помощью Emoji. То есть видите, вот здесь вот я использовал Emoji, и потом давайте посмотрим, как оно выглядит в коде. Задал темплейт Arias, и потом помещаю эти элементы в определенную область. Данная техника использовать Emoji, она не новая. Их довольно активно используют в именованиях классов, ID, в разметке. Азиатские разработчики, если посмотреть на азиатские сайты, то там вы можете найти довольно много именно Emoji в названиях классов, ID и прочих штук. Но тем не менее, в гридах это тоже работает, и мы можем создавать разметку с помощью Emoji. Сори, а в чем прикол? Прикол просто показать, что оно может работать. Понятно. Прикол в этом. Я надеюсь, что они тоже показывают, как мы по-русски пишем названия классов. Да. Азиаты вообще извращенцы, так что неудивительно. Они настолько ленивые, что есть специальный постсс плагин, который конвертирует китайский язык в CSS язык. То есть они пишут на китайском, и потом это конвертируется в английские атрибуты. Это небольшое лирическое отступление. Дальше. Следующий пример, более интересный, это создание, например, галереи изображений с помощью CSS Grid Layout. Например, давайте посмотрим ее в Full Page. Как вы видите, изображения у нас занимают разные проценты места. И это все без джава скрипта, без какой-то там логики. Это все сделано с помощью CSS Grid Layout, то есть с помощью чистого CSS. Где это можно применять? Во-первых, как я уже и показываю, в каких-то фотостоках, когда какое-то изображение у нас набрало больше количества лайков или еще чего-то там, и в зависимости от этого мы его больше делаем, ранжируем лучше. Или же, например, это можно использовать в каких-то e-commerce и-commerce возможностях. Например, там карточки товаров, и мы хотим какую-то карточку товаров больше выделить, сделать ее больше, в зависимости от того, насколько она там популярна. То есть вот такой кейс и без всякого от джава скрипта просто используем. Дальше. Еще один такой нюанс, который для меня был новостью. CSS Grid Layout и поддерживается в email клиентах. То есть мне некоторое время приходилось разрабатывать HTML письма для email клиентов. И там большинство разметки пишется с помощью таблиц. Даже не так. Там подавляющее большинство процентов 99,9 пишется с помощью таблиц. Остальное там спаны или еще что-то. Встроенные стили. Да, да, да. Если вы не разрабатывали HTML письма и вам показать исходный код, то вы скажете «Да не, пойду я дальше». На самом деле, да, там много нюансов и много непонятного и странного. но тем не менее работает. Так вот, была внедрена поддержка в Apple Mail, iOS, AOL и другие email клиенты. Здесь я добавил ссылку на подкаст зарубежный, кликабельная эта картинка. Там в этом подкасте рассказывается более подробно, где это поддерживается и как это можно использовать на реальных примерах. Дальше. Как мы можем работать CSS Grid Layout в реальных, ну, с помощью браузеров, с помощью DevTools, да. Первыми, кто внедрил поддержку работы, то есть, так сказать, поддержку DevTools, Grid Layout в DevTools, это был Firefox. Сейчас я вам покажу на каком-то примере простеньком. Они вообще были самые первые ребята, которые начали активно продвигать Grid Layout и вообще его пропагандировать. То есть, мы видим, но у них фишка такая, что видите, вот эта вот иконка Grid, если мы ее не включим, то он не будет работать, он не будет отображать, что это гриды, то есть, по умолчанию эта фишка выключена. Если мы включаем, то вы можете увидеть, что он начинает подсвечивать линии, начинает подсвечивать грид элементы отдельные и, в принципе, на этом весь функционал заканчивается. в в хроме эта поддержка была внедрена буквально недавно с 62-й версии. До этого нужно было использовать либо Chrome Canary, это Developer Edition версия хрома, либо же расширение для хрома старое. Оно относительно не старое, но работает оно так себе. Сейчас покажу. Вообще ребята из хрома молодцы, они посмотрели на то, как это делает Firefox, посмотрели на расширения, которые было до этого и решили взять самое лучшее из двух и сделать у себя это. То есть нам не нужно это как в Firefox включать отдельно, по умолчанию он работает и вы видите, когда мы наводим, то он тоже отображает нам линии, отображает как разделена наша grid layout и отображает отдельные элементы, как мы можем с ними работать. А можно вопросик один? Такой сталкивался с тем, когда работал в верстке даже с банальным самым банальным дисплей блок блок и флотами бывало возникали реальные перфумансыщие, когда много-много элементов, например какая-то колонка за хрена результатов и когда подгружается допустим картинка, то она задана флотом, то при определении уже четких размеров оно приводило к тому, что там очень много репейнта было и соответственно рекалькуляция всех размеров и оно такой заметный ложок был. Вопрос, насколько grid вообще может загрузить, насколько он прожорливый в плане нагрузки, особенно если много элементов допустим какие-то сложные формы сделаны или еще что-то такое и есть ли разница в производительности между вариантом задания гряда через колонки и значения и вот этими ариями вот ну я скажу сразу что не тестировал на большом количестве да именно данных таких как например могут там там лента новостей facebook да когда у нас там выдается очень большое количество но на тех количествах данных которые я тестировал у меня как таковых проблем не было это раз во-вторых опять же когда мы создаем grid layout он дальше мы не меняем дом структуру дерева мы работаем непосредственно с отдельным элементом и если нам нужно переместить куда-то элемент то дом структура дерева не меняется и не происходит в этот момент repaint так как это было например даст флотом и тот же дисплей блок и дисплей на например в этих нюансах в этих случаях repaint будет по-любому с grid я такого не наблюдал то есть нужно тогда относительно твоего вопроса нужно тогда попробовать на большом количестве данных и увидеть насколько разница потому что у меня таких проблем как с большим количеством данных у меня возможности не было протестировать так сказать извини может быть еще этот просто я не сильно понял есть один вариант первый он более мне понятен потому что я довольно много с flex работал с flexbox то есть там я более менее понимаю то есть мы определяем какие-то границы опять же эти фрекшены похожи на flex grow flex shrink то есть это более менее понятно то есть мы определяем границы размеры то есть как оно должно быть что эта колонка статичная это меняется в зависимости это вообще как это типа семантической разметки или она используется вместе типа вместе с колонками и размерами то есть да хороший вопрос спасибо вот мы дальше доберемся до того как задавать размеры есть возможность задавать размеры но вот например fraction он работает например если мы задаем один fraction то он берет полностью все пространство которое ему доступно в данном конкретном случае если мы не задавали fraction то grid layout берет автоматически и делит пополам нам данный данную строку данную колонку и он делает это за нас все и работает это довольно таки быстро потому что сколько я вот работаю и пробую grid layout на примерах не заметил как таковых больших проблем в производителе а areas это к чему это разметка ну мы там определили header footer это просто семантика какая-то и она устанавливает просто дефолтный какой-то grid значение для всех элементов или как ну получается без areas ты не сможешь то есть если ты не задаешь либо же grid columns template либо же grid template areas то у тебя никакой разметки нету он grid по умолчанию не строит никакой разметки то есть это взаимозаменяемые вещи недополняемые да да то есть если вот я выключу сейчас grid template areas видишь оно уже не работает по умолчанию если мы просто grid display grid делаем то все внутренние элементы он не понимает что с ними делать он их помещает все друг под друг и не понимает какую разметку создавать то есть он это отдает на ответственность разработчика чтобы разработчик сделал разметку сам какую ему нужно надеюсь ответил не совсем я еще почитаю думаю просто ну у меня больше вопрос то есть допустим раз мы там задаем размеры мы определяем структуру да через эти колонки а в areas мы просто задаем обозначение колонок но мы же не пишем там фу хедер например 150 пикселей правильно то есть вот здесь не хватает конкретики здесь мы просто определяем семантику типа что это хедер это колонка как раз дальше у меня будет пример с тем как задавать и именованные области и заодно задавать размеры блоков но грубо говоря areas это просто ты задаешь именованные области для своей удобности то есть для себя чтобы понимать ага вот это я назвал хидер значит здесь у меня будет хидер и сюда ты помещаешь блок с элемент хидер то есть это ты правильно говоришь как семантические названия блоков но для конечного юзера они вообще никакой никакого значения не несут хорошо спасибо давай дальше извини что отвлек спасибо за вопрос более чем актуален и правильный дальше для старых версий хрома как работать в devtools есть расширение которые в принципе довольно хорошо работает но я бы вам советовал все таки перейти на более новую версию браузера хром или же использовать кенери сафари буквально недавно тоже вышел из-за флагов с с гридом и внедрил в devtools поддержку гридов у меня к сожалению нет возможности проверить на макбуке или на чем-то еще там маковском но мои коллеги которые работают с макбуками они говорили что в принципе работает и довольно неплохо опера как ни странно она использует вебкит но у нее поддержки пока я не заметил и к сожалению интернет эксплор как я уже говорил были ребята которые придумали ее но с поддержкой devtools у них как-то все очень плохо как использовать в продакшене первое что первый вариант который сразу же приходит на ум это автопрефиксер да он расставляет нам префиксы автоматом и в принципе сокращает наши затраты временные на разработку в разы я надеюсь что никто из здесь присутствующих еще не пишет префиксы руками если пишете пожалуйста прекратите посмотрите сторону автопрефиксера дальше следующий вариант который можно начать использовать это если у вас нету старых и вы ориентированы на более новые браузеры это использовать относительно новое свойство support sports посмотрим пример я открыл в хроме видите да оно работает и также у меня есть интернет explorer в принципе оно практически одинаково отображается но здесь вы можете заметить что я сейчас открою дебаг и вы увидите что здесь используется fallback на flexbox да я понял не видно так руслан автопрефиксы насколько актуальне спасибо за вопрос ну тут больше нужно смотреть конкретно на тот продукт который вы разрабатываете то есть нужно взять статистику какие пользователи с какими браузерами к вам приходят если у вас приходят пользователи так сказать severgreen браузерами то конечно же автопрефиксы вам в принципе не нужны но я советую даже в таком случае использовать автопрефиксы только правильно его настроить на свои именно браузеры и тогда у вас будет префиксов намного меньше чем с дефолтной настройкой скажем так автопрефиксы он спасает вас от каких-то мелких ошибок которые вы можете не предусмотреть и думать что самый последний браузер работает без префиксов но на самом деле могут некоторые нюансы не описанные в документации и автопрефиксы их исправит поэтому я советую все-таки стараться использовать кстати о свете последних событий конечно немножко офф топ но неужели сейчас идет опять возрождение обычного CSS вместе с постссс и прочими плюшками просто я уже давным-давно на SASE пишу и как бы вот интересно но это потом если что может лично спишемся в скайпе да я предлагаю этот вопрос все-таки на авто поставить после презентации вернемся к примеру продакшена да вы видите интернет explorer у нас отображает практически один не практически одинаково а одинаково как и хром хотя у меня старая версия интернет explorer как этого удалось добиться обычный фоллбэк на флексбоксы с помощью support supports если мы отключаем флексбоксы то мы видим что оно не работает то есть у нас все элементы блочные и они стали друг по другу также можно в ходе посмотреть как выглядит supports да конечно сейчас сейчас открою editor view и покажу вам код вот supports у нас для тех браузеров которые поддерживают grid и supports для тех браузеров которые не поддерживают grid также мы можем внутрь supports вкладывать в медиазапросы то есть вы можете заметить когда я resizeo браузер видите у меня страничка меняет расположение то есть меняет свое поведение и еще один важный момент как вы видите у меня навигация перешла вниз sorry 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 сейчас покажу о чем я хотел сказать навигация улетела вниз потому что я ее перекинул с помощью grid row grid row grid column да и расположение ее поменял очень важный нюанс что когда мы меняем расположение каких-то элементов внутри гряда или же того же флексбокса мы не меняем это расположение внутри дом то есть дом остается прежним дом структура дом дерево остается прежнее и если у вас продукт как-то зависит от дом структуры а вы меняете расположение элементов и конечный пользователь думает что что он выбрал правильно а вы выбираете дом структуру в зависимости от исходного дом дерева то у вас будут проблемы еще какая может быть проблема если к вам пользователь зашел со скринридера с ограниченными возможностями он не видит скринридер у него читает дом структуру дерева и вы в этот момент меняете расположение элементов например хидр кидайте в футер а футер кидайте в хидр то этому пользователю будет сразу непонятно он будет думать что он находится на хидре но на самом деле у него будет футер так что эти нюансы нужно учитывать когда меняете структуру меняете расположение элементов с помощью свойств которые предлагает нам грид и флексбокс дальше следующий момент следующий инструмент который нам позволяет использовать гриды в продакшене это модернайзер это уже инструмент который нам который с помощью джаваскрипта проверяет поддержку определенных свойств если ее нету то он добавляет css классы в html или body куда вы там настроите единственный да такое отступление по поводу модернайзера все таки я бы советовал то есть смотрите у вас была одна проблема вы добавили джаваскрипта у вас еще уже две проблемы то есть если как-то модернайзер начнет там где-то подтормаживать или же неправильно определять то вам придется разбираться еще с модернайзером старайтесь все таки поменьше использовать решений джаваскрипта и побольше все таки возможностей css html без джаваскрипта следующая возможность это пост css плагин grid keys он вообще не знаю что-то ядовое он позволяет с помощью азки графики создавать разметку ну я сразу говорю без понимания как работает css grid лучше не начинать использовать этот плагин вообще потому что что происходит дальше это вообще отдельная магия и как он это делает это тоже в принципе за гранью фантастики поэтому прежде чем начать его использовать все таки советую спецификацию почитать и попробовать на простых примерах его какие-то наркоманы делали явно ну да кстати это возможно и у него больше всех звездочек по css grid это на данный момент один из самых популярных плагинов по grid для пост css и как мы можем использовать css grid в старых браузерах и опять же polyfill с помощью javascript но я должен вам сказать что вы наверное догадываетесь что данный polyfill не полностью polyfill все возможности css grid потому что некоторые возможности они реализованы на уровне движка браузера и javascript не в силах повторить это все у себя в коде поэтому ну этот polyfill скажем так он позволит нам сделать некоторые поведения но не все и опять же повторюсь вы имели одну проблему добавили polyfill у вас две проблемы с которыми теперь нужно как-то бороться есть вот я сделал быстренький пример для поддержки css grid layout в старых браузерах то есть в браузерах например интернет explorer 10 у меня здесь есть виртуалка запущенная сейчас я надеюсь найду так 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 пока она запускается я буду дальше рассказывать потому что пока я вам рассказывал она выключилась в общем смысл в чем мы используем старый трюк для интернет-экфора 9 и больше сейчас покажу какой медиа-кверис 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 давайте я его быстро в примере лучше покажу потому что тут диктор вот вот такой вот старый трюк его все браузеры игнорируют но интернет экспорт 9 и выше его воспринимает и в принципе с ним работает вот я запустил виртуалку сейчас вам покажу что оно действительно работает и без всяких вот там джаваскрипта и прочих штук но чего-то не заработал бывает и такое так сейчас по идее я выключил здесь что да нет а тут еще маленький нюанс что интернет-эксплорер он запускается в интернет-эксплорер 7 мод компотабилити и это ужасно мы его переключим стандартное поведение и как видите в принципе все отображается как и было в предыдущем варианте без джаваскрипта без черной магии без каких-либо танцев с бум просто css я я призываю вас стараться использовать именно такие подходы а не решать данный вопрос с помощью джаваскрипта дальше и полезные ссылки скажу сразу полезных ссылок вот этих восемь их могло быть 108 потому что сейчас сейчас css grid layout он очень популярен его очень сильно продвигают особенно за рубежом про него говорить начали еще до того как его браузеры вывели из-за флагов один из самых активных спикеров за рубежом это рейчел эндрю она при про css grid layout и начала говорить еще в далеком 2012 году когда про него только думали и еще спецификации даже не было она уже тогда начала выдвигать примеры начала предлагать решения и так далее она сейчас считается за рубежом одним из самых гуру css grid layout второй активный спикер это джен симонс она работает в mozilla и активно тоже продвигает css grid layout и также спецификацию советую вам на нее обратить внимание и есть подборка от mozilla с чего начинать очень классная подборка она не очень так давно появилась и если бы она появилась раньше мне бы было бы легче изучать css grid а так пришлось разбираться спецификации и и есть еще подборка от меня я собираю всякие интересные ссылки интересные слайд статьи по css grid layout очень много всяких интересных ссылок которые помогают в решении вопросов css grid layout и также ссылки в на css liv.ru и последний пример такой сказать под завершение как вы видите анимация grid элемент рандомно появляется в разных ячейках это сделано опять же без java скрипта с помощью простого css без css grid layout of такого добиться очень сложно тем более чистым css как это работает опять же тот кто-то задавал вопрос про размеры до игорь по моему вот мы уже задаем размеры специальная функция мин макс мы задаем размеры что у нас минимальная размер ячейки 50 пикселей а максимальный авто то есть grid сам решает какой у него будет максимальный то же самое по колонкам и дальше у нас обычная анимация keyframes где мы задаем где будет наш элемент появляться в каком кайф каком какой ячейки будет появляться на каком промежутке времени и все это работает опять же где это можно применять в каком-то и коммерс где когда вам нужно какой-то рекламный блок рандомно показывать в разных так сказать в разных частях вашего приложения работает так сказать очень отлично и без всяких там танцев с бумнами получается темплейтом мы определяем размеры ойти не колонцы роуз а вот темплейтом определяем семантику а семантику мы можем привязать css селектору соответственно не менять html а просто менять значение для разных элементов да все верно вот и grid layout именно создан для того чтобы мы меньше всего меняли html разметку а если нам нужно поменять расположение какого-то элемента мы это делали с помощью css декларативно то есть вот именно такая мощь которую довольно сложно ощутить пока не начнешь ее пробовать но на практике таблицы надо было сразу так делать они придумывают все эти тейблы с рову колонзу да многие говорят что это переработанные таблицы но тем не менее так как они должны быть да не так как есть все новое это хорошо забытое старое тем не менее очень интересная и крутая спецификации вообще я советую обратите внимание на этом все можно есть в твиттере активно пощу всякие новости на гитхабе и данная презентация написана на шауэр так что всем спасибо у кого есть вопросы все таки одну минутку и если скажем так это насчет действительно если кратко сейчас классический css возрождается как это ну я уже давным-давно привык на при процессорах писать ну как я наблюдаю да css сейчас намного активнее продвигается потому что в чем проблема при процессоров например те же переменные они есть уже и в css обычные переменные но в при процессорах переменные после компиляции их нет в браузере ты их не можешь менять на лету css эти переменные есть уже и ты можешь с ними работать на лету более того если я более чем уверен что вы слышали про реакт он это все использует очень активно и они это все продвигают очень активно то есть много докладов опять же был доклад на харьков css про то как с помощью css переменных ребята решили вопрос кастомизации тематизации своего приложения очень я бы сказал быстро и классно это сделали с точки зрения разработки скажу один момент что то например меня гораздо проще настроить тот же там сас при процессор или для галпа или там для пока который сделает все и автопрефиксеры все 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 чем настраивать и возиться с пост css с кучей плагинов просто одну предпочитаю в своей рабочей среде минимализм то есть чтобы мы решать максимальное количество задач минимально возможным набором инструментов чтобы не было перекрещивания и дубляжа вот это минус конечно я предлагаю можно поговорить об этом после доклада я бы показал тебе как это по сесса сделает и тоже очень быстро без всяких там дополнительных тел движений и он позволяет писать например в том же css синтаксисом сас но без дополнительных там сас так сказать примочек которые тебе не нужны потому что что нам нужно реально и сас это переменные возможно миксины и какой-то вложенность да вот разогревых extent еще и надо помогает ну ты оставь тогда свой sky в чате я тебе напишу без проблем занят на завтра напишу без проблем на можно это ли вопрос да конечно конечно вот как раз и один из тех несчастливцев которые делают электронные письма поздравляю спасибо и мне все эти таблицы уже снятся в снах короче там основная проблема с этими всеми письмами с поддержкой аутлуков я видел что если можно вернуться на тот слайд там где было описание да вот тут вот есть apple да есть ол он всегда был хорошая а и с понятно а все остальные вот эти основные все остальные пока скажут сразу вот эти вот четыре товарища были найдены экспериментальным путем то есть официально этого нигде не написано нужно тестировать то есть по факту совершенно не факт что может быть поддержка этого гряда да нет ну почему вот эти вот четыре товарища они реально поддерживает я реально тестировал и в подкасте которые здесь вот есть ссылка там тоже рассказывается как тестировали как находили эту поддержку остальные либо же искать описанием документации именно этого outlook либо же тестировать методом ты к так сказать хорошо спасибо большое еще вопросы с моей стороны нет хорошо может у кого-то еще вопросы рад буду ответить я так понимаю все спасибо больше